45 лет Татьяна Лаврова разводит руками. Она сурдопереводчик. Еще будучи девочкой, выучила язык жестов, чтобы общаться с глухими сестрами и братом. Затем знания пригодились за стенами родного дома. Каждое утро Татьяна Максимовна прилежно приходит на занятия в колледж. Не учиться, а помогать глухим ребятам получать знания. В жизни им, конечно, очень трудно приходится. Но так через меня, как обучение сейчас идет, мы стараемся теорию довести, чтобы они понимали, что именно это слово обозначает в работе, оно тебе пригодится. В автомобильно-техническом колледже 9 глухих студентов. И на первый взгляд определить их совершенно невозможно. Выдают детали. И работа с ними легко, хорошо. Даже преподавателям большинство нравится с ними работать. В классе тишина. Начало учебного года, глядя на этих мальчишек, наши тихо сидели. Андрей Куракин уверен, знания плотницкого дела помогут ему и работу найти, и построить собственный дом. Поэтому и получает Андрей рабочую профессию. Очень много слов новых. Для меня они бывают непонятны. Узнаю их через переводчика. Если в колледже на помощь придет сурдопереводчик, в обычной жизни ребятам приходится рассчитывать только на себя. Вернее, на ручку и лист бумаги. В жизни приходится больше писать. Так как речи нет, пишем на бумажках. За учебный год Марина Сурменко исписала десятки блокнотов. Ведь общение психолога с глухими подопечными происходит за закрытыми дверями. И только в личной беседе Марина узнала, не всегда на просьбы глухих помочь люди реагируют доброжелательно. Их речь, она может быть не всегда понятной. То есть звуки звучат нечетко. Но если вы совсем не поняли уже, что человек говорит, то нужно предложить ему бумагу, нужно предложить ручку. И попытаться именно проявить заинтересованность. То есть не делать, ведь я вас там не понимаю и не буду с вами взаимодействовать. Главное не обидеть, считает психолог. А потому Марина Сурменко разработала памятку, как разговаривать с глухими. И даже сама выучила дактильную азбуку. Анна Маринец, Антон Войцеховский, Телемикс.